Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают И то верно? Ну, ты не обижайся. Это просто во мне говорит черная зависть. Я-то с родителями в однушке тусуюсь. Кому что? Я бы вот со своими с удовольствием потусовалась, если бы они в другом городе не жили. В однушке с родителями куда лучше, чем в двушке с чужим человеком. Это пока недалеко, ты так говоришь. Что, лютая бабка? А с чего ты взял, что она бабка? Валя молодая женщина. Правда, выглядит она не очень. Бледная, худая, синяки под глазами. И нервная какая-то. Может, не высыпается? Не знаю. Может. Не буду же я спрашивать. А почему нет? Вам так-то жить вместе. Не хочу. Она странная. В смысле? Да во всех. Например, она запретила мне из комнаты выходить, как стемнеет. Фига. И в туалет тоже типа нельзя? Нет. Серьезно? Серьезнее некуда. Я тебе больше скажу. Тут около двери в стенку гвоздь вбит. Валя дала мне красные нитки и велела на ночь и медверь к этому гвоздю за ручку привязать. Не знаю, понятно написала или нет. Чего? В смысле, написала-то понятно, только нафига? Сказала, что иногда ходит во сне, может зайти случайно, напугать. Крепово. А типа замок использовать? Нет? Нету тут замков. Да. Не пять звезд. Ну и как? Нитку-то намотала? Конечно. Только не нитку, а ленту шелковую. Подумала, так надежнее будет. Блин, кажется, началось. Что? Валя луначит. Ха-ха-ха-ха. Она что, не Лармстронг? Кто? Ну, не разочаровывай меня. Это же астронавт знаменитый, который на Луну высадился, типа. Хотя, там так-то мутная история. Давай ты мне ее потом расскажешь, Ок? Мне сейчас не до космических историй. А что она делает-то? Не знаю. Шуршит, шаркает за дверью, бормочет что-то. По стенам чем-то водит. Капец. Может, выйти и разбудить ее? Э-зэ. Я слышал, что лунатиков нельзя резко будить. Мотор может тормознуть. Мотор? Ну, сердце. Блин, ладно. Тогда просто подожду. Она теперь в дверь стучит. Если в конец достала, выйди да разбуди ее. Не хочу я выходить, боюсь. Ну и за дверь и крикни тогда. Думаешь? Ну ты ей давала уже шанс. Почти два часа. Я уже почти всего второго Шерлока посмотрел. Не всю же ночь ее терпеть. Ладно, ты прав. Давай. И пиши, если что. А я пока искупнуть пойду. Ну и спокойной ночи. Если вдруг, когда я вернусь, ты уже спать будешь. Хорошо. Спокойной ночи. Завтра в универе увидимся. Ага. Не шуми. Она тебя услышит. Не говори. Ни звука не издавай. Ты дразнишь ее. Только пиши. Поняла? Заткнись. Заткнись. Заткнись, слышишь? Она разозлится. Если ты сейчас же не прекратишь, я позвоню в полицию. Она не поможет. Ну все, я сейчас же уезжаю. И предупреждаю. У меня шокер. Только пальцем меня тронь, сумасшедшая. Я тебя ударю, клянусь. И хватит стучать мне в дверь. Да это не я. Я докажу. Только веди себя тихо ради всего святого. Подойди к розетке. Той, что в стене у кровати. Она сквозная, соединяет наши комнаты. Слышишь стук? Это я. Я весь вечер у себя в комнате. Ты издеваешься? Нет, клянусь. Погоди. Я попытаюсь вынуть розетку. Вот увидишь, я не вру. Ну что, убедилась? Только ради бога, не говори ничего. Пиши тут. А за дверью кто? Твой парень или подруга? Вы что, заманиваете сюда людей для каких-то идиотских пранков? Нет. Все совсем не так. Кто бы там ни был, если он сейчас же не прекратит ко мне ломиться, я выйду и тресну его шокером. И вообще, я уже пишу друзьям. Они приедут и мало вам не покажется. Нельзя. Не пиши. Сюда не должен никто заходить до утра. Это опасно. Она не любит гостей. Никогда не любила. Да мне плевать, я сваливаю. Нет. Не выходи из комнаты. Она и тебя утащит. Думаешь, я поверю в такой тупой развод? Это не развод. Прислушайся к своим ощущениям. Ты думаешь, там за дверью человек? А что, нет? Погоди. Ты куда? Только не выходи. Слышишь? Господи, что это за тварь? Это что, какой-то грим? Заглянула под дверь? Да. Не делай так больше. Она тоже так любит делать. Лучше заберись на кровать. Как я. Чтобы она тебя не видела. Так она быстрее успокоится. Что это? Прости меня. Прости, пожалуйста. Утром можешь уехать. Клянусь. Я верну все деньги. Прости. Я виновата. Я не должна была тебя заселять. Просто мне очень нужны были деньги. Я думала, совру тебе что-нибудь. Заставлю не выходить из комнаты. И все. Я дура. Что это за дрянь там? Мама. Это твоя мать? Да. Вернее, это то, что от нее осталось. Но как? Я расскажу. Однажды она почувствовала себя плохо. Вызвали скорую и оказалась у мамы рак. Четвертая стадия. Неизлечимая. Когда-то мы и наткнулись на этот ритуал. Не помню уже, где мы его отрыли. Темный, дрянной ритуал. Но мы все сделали. Все, как там было написано. Хотя я думала, что умру от ужаса. И отвращения к себе. Но мы все сделали и скормили это маме. Мы были в отчаянии, понимаешь? Не хотели ее терять. Понимаю. Тем же вечером мама умерла. Мы решили, что ничего не сработало. Но на следующий день после похорон она вернулась. Вся в земле. Грязная. Но живая. Мы решили, что врачи ошиблись. Предпочитали ничего не замечать. Не видеть того, что с ней происходит. Что она меняется. Что она уже не наша мама. Не знаю, что мы сделали с ней. Знаю только, что это нечто ужасное. И она мучается. Из-за нас. Господи. Спасибо тебе, что выслушала. Я давно хотела рассказать хотя бы кому-нибудь. С тех пор, как Надя не стала, мне не с кем это все обсудить. Надя? Кто это? Сестра. Ты в ее комнате живешь. А... Что с ней? Нет, не говори. Не хочу знать. Ее мама забрала. К себе в комнату. И больше я Надю не видела. Она так кричала, когда мама ее утаскивала. Так кричала. А я... Я не помогла. Испугалась настолько, что даже пошевелиться боялась. Просто накрылась головой одеялом, зажала уши и ждала. Но зачем твоя сестра вышла? Она не выходила. Погоди. Ты хочешь сказать, эта тварь может забраться в комнату? Не бойся. Пока на ручки красная нить, она не зайдет. О, Господи. Я не повязала нить. Заменила ее лентой. Что? Быстрее вяжи. Я не знаю, где она. У тебя есть? Ты ищешь? Валя! Что это за звук? Это скрипт двери? Леся? Она зашла? Леся, ответь! Леся! Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети? Да встаю, встаю. Недовольно проговорив, я выключил будильник и пошел умываться. Затем кухня, кофе с завтраком. Оделся, собрал вещи, вышел и сел в машину. Куда я еду? В общем, начну лучше сначала. Меня зовут Артем, я писатель. В последнее время все никак не могу собраться с мыслями и связать хотя бы пару предложений. Издатель все покоя не дает. Сам знаю, что сроки горят. Что только не пробовал. Вдохновения ноль. Но позавчера все же идейка появилась. Я решил идти прочь от цивилизации на неделю. Глядишь на фоне дофаминового голодания и за перо рука возьмется. Зашел на сайт объявлений и почти сразу нашел подходящий вариант. Кто-то сдавал хижину посреди леса. Есть генератор, колодец рядом. И ни единого признака жизни на ближайшие 10 километров. По крайней мере, так утверждал владелец. Говорит, что раньше его отец охотился в той местности. И это действительно единственное здание во всем лесу, находящееся в самой гуще. Меня такой вариант вполне устроил. Самое то. Еду просто возьму с собой. Холодильник как-никак там тоже есть. От генератора работает. Да и дорога почти до самого дома есть, сквозь лес. Но как дорога? Тропа широкая. Владелец сказал, что на машине проехать без проблем можно. Если клиренс позволяет. У меня патрол 2007 года, так что насчет этого даже вопросов не возникало. Полный авантюризма, я ехал в сторону моего жилища на следующие 7 дней. Всех предупредил, чтобы не искали, так как сети там нет. Ха, ну еще бы. Слава богу, генератор, плита, так как холодильник есть. Если б там еще антенна на связи стояла, я б туда полностью переехал. Дорога заняла где-то 4 часа. Я уже тут. Ключи были на подоконнике. Небольшая хижина. Две комнаты. Кухня и спальня. Кровать не особо мягкая, но грех журналистов. Я не могу спаловаться, учитывая те копейки, что я заплатил. На улице, как и обещали, стоит колодец, у которого недалеко топор с парой колотых дров. Но они, думаю, мне не пригодятся. Лето как-никак. Температура в нашем округе ночью ниже 15 градусов не падает. Первый день прошел спокойно. Погулял по окрестности, надышал свежим воздухом и лег в постель. Ночью пару раз проснулся от каких-то движений неподалеку от дома. Оно не мудрено. Лесу живу. С этими мыслями я уснул снова. Утром, сделав все процедуры, я решил обратить внимание на книги, что были в этой хижине. В основном разные путеводители по охоте, рыбалке и прочему. Решил заглянуть в книгу про капканы. Не особо ими интересуюсь, но выбор невелик. Открыв книгу, из нее выпал старый лист с какими-то надписями. Я нагнулся и поднял его. Сверху крупным почерком было написано. Четыре правила проклятого леса. Хе-хе-хе. Невольно хихикнул я. Видимо, житель страшилки писал. Детей, когда приводил, напугивал, чтобы не блуждали посреди ночи в лесу. Я решил прочитать, что было дальше. Правило один. Не ходить ночью по лесу. Правило два. Если вы нарушили второе правило по какой-то причине, нужно бежать в дом. Закрыть двери и окна, спрятавшись под кровать. Правило три. Если он не вошел в дом, не попадайтесь ему на глаза. Правило четыре. Ой, ну что за бред? Сказал я и положил лес на полку, не дочитав четвертое правило. Сегодня у меня по плану рыбалка. Никогда не был фанатом этого ремесла. Но нужно же впитать весь дух подобной жизни. Перед этим я все же решил попробовать закончить книгу. Или стать хотя бы на пару страниц ближе к этому. Скорее второе. И действительно, у меня наконец-то получилось. Спустя три месяца застоя, я смог написать еще шесть страниц. Неплохо. Любой, кто был в творческом кризисе, меня поймет. Бывает такое, что и страницу написать не получается. А тут сразу шесть. Я поел и уже к часам к семи направился на рыбалку. Озеро было в полчасе ходьбы. Рыбка особо не клевала и даже так и наслаждался моментом. Как говорится, важен не результат, а процесс. Солнце село. Время уже было где-то десять. Может больше, может меньше. Звезды потихоньку украшали небо, как новогоднюю елку. Я был погружен в эту непередаваемую словами атмосферу, пока не увидел что-то. По другую сторону стоял силуэт. Вот только очень странный. Расглядеть было тяжело. Но голова явно выделялась. Тело вроде человеческое. А голова или что это было большое. И что-то торчало с него. Я начал приглядываться. Он стоял неподвижно. Как ни пытайся, детали я разглядеть не мог. Солнце село как-никак. Еще минут пять я сверлил взглядом тот берег. Ни единого шевеления. Видимо, дерево просто. Воображение старается человечить. Не помню, как называется этот феномен, но точно читал про него. Я отвернулся, чтобы собрать все свои вещи в рюкзак. Вдруг услышал звуки вдали. Оборачиваясь. А то, что я уже было посчитал деревом, бежал вдоль реки. На двух ногах, как человек. Куда он бежал, я не знаю. Но мозг четко убеждал меня. В том, что он оббегает озеро, дабы добраться до меня. Бежал он очень быстро. Будто спринтер набрал максимальную скорость. Да вот спринтер упал бы на дышку спустя сто метров. А этот бежал и бежал. Я старался быстро собрать сумку. Но все валилось с рук. Когда я увидел, что он оббежал уже полозера, решил пленать на эту сраную сумку. Явно не рыбу ловить, он бежит ко мне. Адреналин вдарил так, что я бежал на пике своих сил. Временами спотыкался и падал, но не чувствовал боли. Поднимался и продолжал забег. Видимо, он был не так близко, чтобы я слышал шаги. Но я чувствовал его присутствие. И это не давало мне остановиться. Даже на секунду. Когда добежал до дому, тут же забежал внутрь, закрыв дверь. Правило. Я был ночью на улице. Хотите смеетесь, хотите нет. Но в таких ситуациях во что угодно поверишь. Второе, второе, второе правило. Закрыть окна и дверь. Повторял о себе поднос. И в спешке начал выполнять действия, после чего пулей прыгнул подкрывать. Сердце билось так, что даже в голове я чувствовал пульсации. Минуты тишины. Две. И вдруг звук разбитого стекла. Возле двери было выбито окно. И в него, не торопясь, зашел он. Ростом с два метра. Почти голый. Лишь на торсе была какая-то тряпка. А голова. Мне тогда не показалось. Голова была оленя. Причем не маска. А вот прям голова. Я видел, как глаза двигаются. Он встал у прохода в спальню и смотрел на меня. И я чувствовал себя скотом, который сейчас пойдет на убой. Спрятался под кровать. И дружу. Молясь всем богам, чтобы это закончилось. Но это продолжалось. Он просто стоял и смотрел на меня, не шевелясь. Вы даже себе представить не можете, как это нагнетает. Так продолжалось минут двадцать. Я ни капли не привык к его взгляду. А наоборот. С каждой минутой он давился сильнее. Точно. Правило четыре. Может, там есть ответ, что делать? Подумал я. Терять мне нечего. Он уже нашел меня. И просто издевается. А может, он ждет, что я прочту правила. Да господи, не знаю. Но сидеть под кроватью уже морально невозможно. У этого существа ужасно давящая энергетика. Я начал выползать из-под кровати, смотря на него. А он даже не шелохнулся. Так же смотрит, сверля взглядом. Решив не упускать его из виду, направился задом к полке с книгами. Когда уперся в нее, резко повернулся, сватив лист. Правило номер четыре. Если он вас нашел, ни за что не поворачивайтесь к ней. Две мои однокурсницы, приехавшие в столицу получать образование, были в поиске съемной квартиры. Я близко, с девочками не общался. Но все же мы частенько пересекались на курсе. Выпрашивали у них идеальные конспекты и частенько, чего греха таить, посмеивались над их образом жизни. С концентрированным исключительно вокруг учебы. Всеобщим удивлению студентов и преподавателей, этот семестр девочки начали очень плохо. На первые пары приходили с опозданием. Часто пропускали их и выглядели так, будто всю ночь кутили с вином и ребятами. На семинарах отвечали редко. Отмалчивали силе, отводя глаза, говорили преподавателям, что не готовы, не успели, проспали. После пар наш поток часто собирается за корпусом попить кофе в общей курилке. Однажды, к нашему удивлению, одна из девчонок, Света, подошла и попросила сигарету. Такого поведения от нее совсем уж не ожидали. Девушка выглядела уставшей. Под глазами были мешки. Держалась она очень неуверенно, даже руки тряслись. Тут уж от расспросов ей было не отвертеться. Далее рассказываю от ее лица, как запомнил. Мы с Таней нашли квартиру. Сначала искали через агентство. Но у них очень высокие, комиссионные. Нам не по карману. Квартиры очень дорогие, а мы уж очень хотели съехать из общежития. Прошлись по ближайшему к университету району. Обклеили столбы объявлениями, мол, две студентки снимут недорого квартиру или комнату. Спустя дня три нам позвонила женщина. Сказала, что есть двушка, но в не очень хорошем состоянии. Зато за небольшие деньги. Мы приехали, посмотрели. Состояние и правда было хуже некуда. В квартире было пыльно. Обстановка была какая-то угнетающая. Выключатели и сантехника казалось развалятся одного только прикосновения. Но мы решили взять, потому что деньги просились шуточные, по столичным меркам. Все выходные мы отмывали квартиру. Разбирали хлам, мыли окна. В итоге стало выглядеть все бедненько, но чистенько. Первые пару ночей спалось нормально. Ничего необычного не происходило. Мы начали привыкать к новому дому. Первое происшествие было в четвертую ночь. На кухне ни с того ни с сего включился и выключился свет. Потом со стола скатилась пустая чашка и с грохотом разбилась. Мы еще не спали, но уже лежали в кровати. Выбежали на кухню. Собрали осколки. Удивились, конечно, но особо не испугались. Следующую ночь нас преследовал странный запах. Мы обе проснулись от того, что вонь казалось была прямо под носом. Сладковатый запах гари, но ни дыма, ни возгорания в квартире мы не нашли. Открыли все окна и только под утро в квартире можно было нормально дышать. С разбитой чашкой мы это событие не ассоциировали. Настоящий кошмар начался после странного звонка по телефону. Городским хозяйским телефоном мы не пользовались. Номер никому не давали и поэтому, когда раздался телефонный звонок, мы подумали, что это может быть хозяйка или кто-то из ее знакомых. Сняла трубку Таня. Долго олокала, но никто ей не ответил. В трубке была тишина. Через пару минут после звонка с треском разбился плафон ночника над кроватью. В эту ночь мы спали уже вдвоем, под одним одеялом, пытаясь понять, что происходит. Под утро уснули и проспали до 12 часов дня. Опоздали на пары. Следующие несколько дней ничего не происходило, но нас как будто с ног сбивала странная усталость. Хоть и спали мы по 8 часов. Таня начала плохо себя чувствовать. Утром невозможно было поднять ее на пары. Всю ночь ей снились кошмары. Утром всегда болело горло, кружилась голова. Я оставалась с ней. Думала, подруга просто заболевает. К концу второй недели нашего проживания в новой квартире заболела и я. Общая слабость, небольшая температура, головная боль. Очень хотелось уйти на пары, потому что дома было слишком неуютно. Мрачно. Однажды вечером мы вышли вдвоем в магазин. Ненадолго, всего на 20 минут. Возвращаясь домой, мы заметили, что в наших окнах горит свет. Хотя мы точно выключали его перед выходом. Придя домой, мы обнаружили невероятный бардак в ванной комнате. Все баночки с шампунями и гелями были разбросаны. Крышечки откручены и практически все содержимое размазано по стенам в ванной. Таня позвонила хозяйке. Пожаловалась на происходящее. И спросила, не имеет ли кто-то ключей от квартиры, кроме нас. Возможно, кто-то заходил. Хозяйка только посмеялась и даже накричала, мол, не сходите с ума, не хотите жить у меня, за такую цену очередь из жильцов выстроиться. Вы так дешево, ничего не найдете. Таня послушала, извинилась и положила трубку. Уснуть мы уже не смогли. Просидели до утра на кухне. Я уговаривала Таню съехать. Не нравилось мне это все. Она же пыталась все как-то объяснить. Съезжать ей не хотелось. У нее одна мама. Денег на съем квартиры и на продукты она высылает совсем чуть-чуть. Устроиться на работу и при этом не скатиться в учебе Таня не представлялась возможным. Комнату в общежитии заняли сразу. И ей попросту было некуда идти. Я четко решил искать другой вариант. Пусть даже мне придется платить больше. Оставаться в этой квартире не хотелось совсем. Два дня после этого не было никаких странностей. Мы немножко успокоились. Снова все возвращалось в нормальное русло. В одной из ночей, когда я крепко спала, разбудил меня плащ подруги. Она сидела на краю моей кровати и причитала. Света, Светочка, давай съедем. Я так больше не могу. Пыталась ее успокоить. Она начала рассказывать, что вторую ночь слышит под диваном странные звуки. Царапанье, скрежет. Мы ушли на кухню. Опять просидели там до утра. После я решил отодвинуть ее кровать. И мы обнаружили там отвратительное зрелище. За старым хозяйским диваном у стены, на котором спала Таня, были ободраны обои. Страшно ободраны. Вплоть до того, что даже на стенах были глубокие царапины. И это было последней каплей. Я не пошла на учебу, сославшись на головную боль. И стала собирать наши с Таней вещи. Меня как будто подгоняло что-то. Я осознавала, что ни единой ночи больше тут не проведу. Позвонила хозяйке. И предупредила, чтобы та вечером пришла забрать ключи. Потому что странности не прекратились. И жить больше мы тут не намерены. Рассказала родителям. Отец нашел знакомых в городе, согласившихся на время приютить нас. Все вещи были собраны. Я сидела и ждала Таню. В дверь позвонили. В глазок я увидела женщину лет 50. И открыла. Оказалось, что это соседка. Она просила не шуметь днем. Муж ее с ночной смены днем отсыпается. А у нас, видите ли, целый день, вот уже неделю, как включает телевизор на полную громкость. Соседка просила вежливо. Но я стала уверять ее, что днем нас не бывает дома. И никто не трогает тут мебель. Она смотрела на меня с недоверием. Прежде чем она ушла, я решила поинтересоваться, кто тут жил до нас. Старушка, баба Оля, ответила она. Муж у нее еще в 80-х умер. Не помню почему. Сын алкоголик был, с матерью жил. Потом спился. Пропал, говорят, умер где-то в сугробе. После его смерти баба еще долго жила. Сама управлялась с соседями. Как-то она не очень ладила. Тесно ни с кем не общалась. Выходила редко. Только пару раз в неделю в магазин. Ближе к весне одна из соседок за стенкой жаловаться стала, что Баба Оля, наверное, с одиночества себе кошку завела. Или собачку. Кто-то шкребется, царапает в стену. Она к ней ходила, но двери никто не открыл. Посудачили соседки, но через пару дней так и заволновались. Начали в квартиру названивать. На телефон домашний. Отчаялись и вызвали милицию. Милиция приехала и вскрыла двери. Обнаружила страшную картину. Баба Оля мертвая была и не первый день. Руки, ноги страшно скорючены были. Лежала у стены. Говорят, она упала и ее парализовала. Выяснилось, что она в кровь счесала себе пальцы. Царапала стенку, видать. Пыталась как-то дать знать соседям, что она лежит тут парализованная. Но вовремя никто не пришел. На квартиру нашлись после. Какие-то дальние родственники. Теперь сдают. Немного жильцов тут до вас было. Да и года еще с тех пор не прошло. Вот так и объяснились все странности с однокурсницами. Вот и снимай квартиру у незнакомцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok